Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Именно так и будет люди, о которых говорят и которых слушают. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск. Что-то я себя тоже слышу, но сейчас звук отладится. Вот, он уже отладился. Итак, в эфире очередной выпуск нашего радиоблога. Понедельник, снежно, бело, белым-бело. Пока ещё про снег это можно говорить. Дальше не уверен. Об этом я уже в Фейсбуке написал. Очень аккуратно, чтобы в очередной раз не попасть под какие-нибудь нехорошие санкции и так далее. Как личные, так и континентовские. Вот, ну, по-прежнему рекомендую вам послушать последние наши записи. Сегодня мы ещё постараемся сделать, но я рекомендую послушать вам запись с профессором Андреем Знаменским. Мы очень старались. Мы сделали, в общем-то, такую беседу. Он рассказал о Конституции, о тех каких-то положениях, которые, может, многим известны. Но он изложил достаточно доступно. И мы сравнили это с днём сегодняшним. А это очень важно. Там ответы на многие вопросы сегодняшние мы ищем в нашем прошлом. Ну, так уж повелось. Ну, а я не знаю, что мы сегодня будем искать с моей прекрасной собеседницей из тоже заснеженного города Нью-Йорка, коллегой-журналистом Еленой Приговой. Елена, привет! Привет! Мы с тобой ищем ежедневно практически на страницах континента, в наших подкастах. И у меня такое ощущение, что мы просто, как, знаешь, в одной камере сидим и просто стараемся донести из этой камеры какой-то глаз вопиющих пустыни. Потому что всё, о чём мы говорим, оно разбивается о такое непонимание наших так называемых оппонентов, которые просто переросли в открытых стукачей, в открытых пабликов Морозовых, в открытых врагов. И они теперь кичатся. Им разрешили. Им развязали руки. И они теперь, сейчас их вот первая победа пришла. Я жду, когда они наконец-то нажрутся вот этой лжи, ненависти, когда им это надоест. Но пока что не надоедает. Насчёт нажрутся я рекомендую твою статью, которая сегодня как раз у нас вышла. Тоже, когда же они нажрутся, прямо вынесли мы в заголовок твою фразу. Ну, правда, она уже не к нашим этим оппонентам, а к нашим, я бы сказал, не сильно уважаемым людям, сидящим в Конгрессе, которые очень хорошо используют ту самую... Ну, как ты говоришь так? Тихо, не сильно уважаем. Да я презираю их. Пронго могу сказать. Презрен. Потому что, нет, ну как можно относиться к варью? Ну, варь должен сидеть в тюрьме, но это он должен был сидеть. Да, 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 да. Варь и милосердие. Это оригинал вот той книги, о которой потом сняли фильм интересный. Так вот, у нас воры не в тюрьме сидят, а в Капитолии. Причём они, как правило, да. А как иначе можно назвать людей, которые вот так вот, ничтожи, не сомневшись, соберут и просто залазят в чужие карманы, в наши карманы. Поэтому, когда мне говорят, что вот все воруют, ну да, если мы позволяем им воровать. Если мы позволяем не замечать, например, таких, как Максим Уоттерс, который прилипло к рукам больше миллиона долларов. Тех денег, которые собирали её на предвыборную кампанию, она тихо, спокойно отдала эти деньги распоряжении своей дочери. Ну, как ты родному человечку не поразил. Игорь, ну не только, что у нас дети есть, просто нам миллион, мы не можем им оставить. А она может собрать и оставить миллион своей дочери. А мы забываем о том, что у нас, например, Ильха Намар отличилась тоже. Но её нельзя трогать в свете вот такой политической колористики. У неё цвет кожи не белый. Она правильного цвета кожи, поэтому она может абсолютно всё. Она может менять мужей, любовников, братьев и деньги, которые собирает... Освобождённая женщина не Востока, но Африки... Африки, Африки. Освобождённая женщина Африки себя ведёт настолько свободно, что Тихо спокойно, свободно берёт, опять же, те деньги, которые дают ей на предвыборную кампанию. У нас как бы должно быть всё прозрачно, всё должно быть задокументировано. И вот по этим документам мы видим, куда уходят деньги. Точно так же, как уходят деньги Аказии Кортес. Ну, как бы она ни хотела, дальше ЭОСИ. Она пока что у меня не проходит в категории трёхбуковности. И у неё тоже всё нормально. Вот, правда, в баре та пена, которая с пива идёт, она гораздо чище той политической пены, которую она запускает. Потому что вот эта политическая пена имени ЭОСИ – это страшная вообще интоксикация всей Америки и всему обществу. Но у нас общество инфицировано уже. А зачем далеко ходить? Ну, у нас же и на НСПЛОСИ запросто может использовать инсайдерскую информацию. При этом совершенно не важно, что за ту же инсайдерскую информацию, трейдерскую, такая известная дама, как Марта Стюарт, выскочила из головы давно, не покупала её вещей, не купила её. Да, белая драма, конечно. Да, Марта Стюарт, она получила срок и реально сидела в тюрьме. Но зато у нас неприкасаемая есть мумия, которая вот только вперёд ногами разве что вынести, так она за власть сцепляется. У нас, вы заметили, все наши политики, причём как справа, так и слева, они бессрочные, они вечные. Знаете, как Кощей бессмертный. Где у них душа? Какой игле? Мы не знаем. Мы не знаем, потому что столько иголок приходится находить. Ну и, естественно, порадовала очень глава нашей резервной системы Джанет Йеллен. Ну, как правило, министр финансов, знаете, вот за что отвечаю, то и ворую. Ну вот она тихо, спокойно принимает подарки в размере 800 тысяч американских долларов с американскими президентами. Запросто. Вот берёзки принимает. Ты знаешь, Лена, рыба гниёт с головы, говорят. Вот знаешь, когда-то уже много лет назад, я просто вспомнил, когда ты перечислял это, одну историю очень короткая. У меня был клиент, это такая дилерская, довольно в Чикаго известная, у него целая сеть была. Он уже, наверное, его нет, это давнее дело. Он был пожилой человек. Вот, у него, значит, у него сеть с дилерских, его отпрыск, финансирование, всё в руках, а его дочка, она держала рекламное агентство. То есть деньги не выходили, в принципе, из семьи. То есть вот теперь у меня вопрос. Как ты думаешь, кто от кого взял вот эту систему, они вот у тех, кто сидит на капиталистском, или на капиталистском сообразили так сделать, что вот есть такая штука вот в нашей капиталистической жизни, что можно деньги не выпускать из рук, в принципе? Ну, я тебе хочу сказать, это не они взяли у тех, или те взяли у этих. Это чисто психологический портрет человека, который чётко и ясно определён, естественно, одними критериями. Это человеческая мораль. И эта мораль прописана, вот была Моисеем до нас скрижалями. И другой мудрый человек, который жил на свете, которого звали апостол Павел, он чётко и ясно сказал, всё мне можно, не всё мне полезно. И вот что можно каждому, каждый определяет при помощи вот того короткого, что нам полезно. Вот, например, для меня не полезно лгать, для меня не полезно воровать, для меня не полезно всё, что написано в десяти заповедях. Не полезно. Потому что, как правило, за этим приходит жестокое раскаяние. И, ну, не ко всем, конечно, приходит. К некоторым при жизни может прийти. К некоторым после смерти имя его будет хорошо прополаскиваться. Ну, вот есть очень интересные книги, которые помогают нам жить и ориентироваться уже, не говоря о тех давних законах морали, которые вот есть. Вот сейчас я в очередной раз перечитываю вот эту книгу, показываю открытым текстом. Это мой любимый, мой любимый Марк Мэнсон. И книга называется, по-английски не очень, ну, не очень так прилично она звучит, «Art of not giving a fuck». Очень интересная книга, и я рекомендую вообще Марка Мэнсона, потому что это настолько острый ум у человека, и настолько... Это молодой человек, у меня сорока. Настолько вот он понимает то, о чём он пишет, настолько он понимает психологически природу человеческую. Вот даже на него сейчас очень интересный тоже момент. Ссылка была, и далее, как вот товарища Путина распорядился разработать закон о запрете отождествления ролей Германии и СССР во Второй мировой войне. Удивительно, но поводом стали две популярные книги по психологии. Вот одна из этих книг, это вот эта книга. Да, так что, как говорится, в жизни всё взаимосвязано. Вот этот круг добра и круг зла, и параллельные, которые, в общем-то, в Эвклидовой геометрии не пересекаются, но у нас есть Лобачевский, и у нас всё может пересечься. Поэтому то, что мы сейчас видим, то, что мы наблюдаем, нужно спокойно воспринимать. Мир сошёл с ума. Знаете, доктор, я умру, а как же? А как же? Это вот то движение мира, к которому мы все идём. Мы пытаемся сопротивляться. Нам говорят, вы что, с ума сошли? Ну, вы же уже проиграли. Мир сошёл с ума. Ну да, вот будет таким мир. А мы продолжаем сопротивляться. А наше правительство, которое сейчас пришло, это вообще какая-то галерея, вот слепые ведут слепых, и знакомые всё лица, которые мы видели до Трампа все 8 лет. Не, ну почему? Вот у них 40 указов человек сделали. 42. Уже 42, хорошо. Я отстаю. Я не успеваю за ним. Я же об этом тоже написала, что человек с утра подписывает указ, он старается как можно быстро это всё подписать, потому что к вечеру он забывает, и ему с утра нужно новый указ забрать. Я просто написала, заберите у него ручку. Заберите ручку, да? Ну, а обычно вот... Израждать. По рукам бьют. По рукам бьют. А тут ему некому по рукам дать, и по голове тоже. Потому что вот я смотрю на наше заснеженное сегодня, в нашем городе гнилого яблока, и я понимаю, что, конечно, у нас погода настолько изменилась, и климат настолько изменился, что люди недоумевают, что зимой у нас ещё бывает зима. Но у нас останавливается весь город, у нас всё замерло. У нас сегодня вышел здоровый указ, причём он вышел не так, чтобы в 6 утра издать, там 7 утра, когда ночью уже снег валил, в 8 часов утра, когда люди уже на работу поехали, а некоторые собирались. И указ этот был от нашего мэра, Бибила. Бибила. Деблазио. Бибила? Люди, которые first responders, они могут быть, а все остальные должны сидеть по домам. И вот, представляете, вы едете в машине на работу, и вы получаете мгновенно вот такой сигнал, сидеть не имеете права, до следующих 6 утра, в следующих суток. Вы не можете ни ехать, ни водить машину, ничего. Но это, конечно, от большого ума. У нас вообще всё делается от большого ума, поэтому, ну, мы знаем, что от большого ума только горе бывает. Обычно горе бывает мало. Да, смотри, ты про указы всё-таки вспомнили мы тут. Ну, не только зуд есть у Байдена, есть у его команды такой же. Вот Блинкин, так называемый, без пяти минут, или он уже госсекретарь? Уже. Когда его? Утвердили его? Ну, он уже всё, на него уже цитирует. Вот он, он не нашёл ничего более важного в своей работе повседневной, как сделать указ о том, чтобы флаги гордости, той самой гордости, гордость теперь только связана с нашей... По всех посольствах, по всему миру. Да, всех посольствах, по всему миру. Вот я думаю, вот неужели действительно у человека как-то вот главный вопрос состоит в этом. Не в том, чтобы где-то предотвратить войну, а где-то наоборот её развязать, потому что пришли те, кто любит её развязывать. Мы знаем, где это забава демократов такая есть. И вот этот маразм, который творится там, он действительно, куда ни кинь свой взгляд, везде этот самый клин. Вот норвежцы хотят БЛМ сделать нобилиатами. Почему бы нет? А я могу сказать, что меня это не удивляет. Вот зато сегодня представитель Евросоюза от Эстонии выдвинул Трампа на ту же премию. Но я уверена, что Трампу премию не дадут, потому что там в очереди Град Аттунберг, там в очереди БЛМ, там в очереди Навальный, который, наверное, для мира сделал что-то. Ну, куда Трамп? Там есть более достойные. Единственный человек, который действительно миру подарил мир на Ближнем Востоке, это Трамп. Единственный президент за последние годы, который не начал ни одну войну, это Трамп. Его забрасывают камнями и пытаются сделать так, чтобы ни тушкой, ни чучелом, ни духом своим он не вошёл опять в Белый дом. Потому что Трамп для них это как вот поиски той иглы, которая в утке, ещё каких-то там животных, медведь, и заяц, и прочее. Кстати, БЛМ появление вот среди потенциальных, а я почему-то практически уверен, пусть попробуют им не дать. Ты же знаешь, как это сейчас... А им не дадут. Не дадут, ты думаешь? Я уверена, что не дадут. Ну, я, честно говоря, не удивляюсь Нобелевскому комитету. После того, как он давал... Вот, я об этом умею с языком взял. После того, как он дал премию Арафат, он перестал вообще быть легитимным. Я, кстати, пересмотрела те премии, которые он давал на протяжении всей своей истории с начала 20 века. Там достаточно было достойных людей. Там, например, вот тот же, как его называют, Терри Берр, Теодор Рузвельт, в честь которого вот этот медвежонок у нас, Терри Берр, игрушечный, да. Тот Теодор Рузвельт, который получил Нобелевскую премию мира, он спокойно выносится у нас из нашего города. Его хотят снять отовсюду. У нас 20-долларовая бумажка теперь тоже у нас пересматривается, хотя тут возмущаются сами уже чернокожие, наши сограждане, что как это можно, если мы поставим борца за расовую справедливость, значит, это получается это обмен, мы опять будем ей торговать. Торговать президентами это нормально? И вообще, что такое президенты на деньгах? Помнишь знаменитое стихотворение в советскую пору? Уберите Ленина с денег. Я знаю, вот когда я смотрю на все, вот на это, я даже не знаю, как реагировать, но вот очень мне понравилась статья, ну, знаете, когда холодно на улице, когда снег валит, то читаешь все подряд, и литературу, и публицистику, и, естественно, информационные издания, так вот, Frontage написал очень интересную статью по поводу того, что надо импичнуть Абабу за то, что он не противостоял БЛМ. Опа! Да. Ну, то есть, это, конечно, шутку написано, но в каждой шутке есть доля шутки, и поэтому, на самом деле, мне эта идея понравилась, потому что то, что творила БЛМ на протяжении всего лета с тем же Белым домом, когда 60 раненых полицейских было, когда палили американские флаги, и президент вынужден был скрываться в бункере, когда действительно была угроза, когда горело все, и разрисованный Линкольн взирал со своего постамента на то, что он сотворил своими руками, выпустил вот этого Джина из кувшина, на самом деле, ведь это же правда, у меня просто во всей этой ситуации у меня нет вопросов к демократам, у меня вообще к ним нет вопросов, они предсказуемы, а меня раздражают, честно говоря, республиканцы, я не член их партии, я с гордостью могу сказать, я не член этой партии, я не член демократической партии, поэтому я могу смотреть объективно на то, что происходит, мне стыдно за республиканцев, даже больше, чем за демократов, потому что, если демократы, это просто откровенные подлецы, то республиканцы, это просто трусы и конформисты, потому что ведь все же идет о мере конформизма, насколько человек идет на соглашение, так вот, они слили себя, своих избирателей, будущие страны, будущие партии, президента, они слили все, что можно слить, они пошли на соглашение, и я не знаю, насколько нужно было запугать их какими-то действиями в будущем, какими-то угрозами в адрес семьи, я не знаю, я не могу судить, я не могу осуждать за это, я вижу результат. Этот результат это потерянная страна. Извини, Лен, вот да, меня тоже возмущает, меня также люди в мантиях возмущают, потому что мы все-таки, вот заметь, всегда, вот за все годы здешней жизни, когда мы переходили на тему Верховного Суда, мы обозначали все-таки это как абсолютно независимый, да, и ту самую силу, которая может быть когда надо противостоять действиям того же Белого Дома или Конгресса и так далее, да, то есть это ветвь власти незыблемая в нашем понимании была. Сейчас вот они буквально за какой-то незыблемая, они все, растеряли, вот по крайней мере у меня не будет никогда даже ни малейшей мысли назвать их людьми, которые в состоянии брать ответственные решения на себя и добиваться чего-то. Меня сейчас в этой ситуации больше всего интересует вот противостояние Верховного Суда новому президенту. Мы можем не воспринимать этого президента, принимать, но графе Доно де-факто он существует. Так вот, когда он говорит, что мы будем считать все абсолютно голоса, а ему четко и ясно сигнал подан ровно два месяца тому назад Верховным Судом, который четко и ясно подтвердил сказанное Трампом, что голосовать могут только просчитанные граждане Соединенных Штатов Америки, они все подряд, а он опять начинает свое противостояние, при этом он же говорит совершенно убежденно и уверенно, что эта графа Доно. Вот будет так. Получается, у нас Верховный Суд уже не существует. Я не говорю о том, что Верховный Суд сам вызывает вопросы. Когда судьба страны зависит от 11 человек, которые никак не могут прочитать. От 9. 9. 9. А, да. Пока еще. Пока еще. Девяти, да. Пока еще девяти, потому что еще пока 51-й штат не существует и в очереди стоит Пуэрто-Рико. Просто когда мы говорим, что судьба зависит от вот этих людей и все они решают, и каждый из них прочитывает Конституцию в меру своего понимания того, что они читают, мне становится, честно говоря, страшно, потому что они к консенсусу сами прийти не могут. О чем мы говорим? Где? Зовите мне, пожалуйста, еще какую-то страну мира, где вот так вот читали законы. Каждый как хочет, так и читает. Прецедентное право. Вот где-то, когда-то, вот в такой-то год и все. И мы все зависимы от них. И мы зависимы от них, от вот этих людей, которые приходят и меняются. А сейчас у нас же уже началась страшная гонка 20-22, потому что там все должны поменяться, все абсолютно сидящие в Конгрессе должны поменяться. Я надеюсь, они поменяются в какую-то вменяемую сторону, хотя о вменяемости тоже говорить не приходится. Я думаю, что вот мы более подробно, если у нас будет время о вменяемости, можем поговорить после рекламы, потому что как бы я, как человек, у которого свои передачи радио, я всегда слежу за временем, потому что реклама это единственное святое, то, что существует всегда во всех средствах массовой информации. Я, честно говоря, рекламу люблю, потому что она, Сергей, я знаю, что я говорю, я люблю рекламу, она дает возможность, во-первых, ведущим взять паузу и подумать о том, что существует мир вне политики, вне передач, мир живых людей, которые что-то покупают, что-то продают, им нужна такая информация тоже. Правильно, а слушающим важное объявление послушать и еще приготовить какие-то вопросы. Возвращаемся в программу, напомню, телефон в студии 847-4005-2000, и у нас телефонные звонки, наверное, приняли? Да, конечно, я только напомню, что с нами сегодня Елена Пригова из Нью-Йорка, слушаем вас, добрый день. Здравствуйте, я вот из газеты, значит, история запомнит, никогда не сдаваться, увидимся в столичном округе Колумбии 6 января, отметил Трамп, в этот день Конгресса США должны утвердиться итоги голосования коллеги выборщиков, вот, это, пожалуйста, реклама, 31 декабря, на 6 января, вот, и статья, знаете, в рекламе я сейчас страницу повожу, сейчас, секундочку, блин, ну, как раз, все, все, секундочку, статья называется, Трамп обвинил ФБР без действий после мажорничества на выборах, вот, иван доказатель, наша чикасская закета реклама, что, те, кто читал, они дружно поехали туда и устроили бордель, а до бордель надо убивать, не имеет значения кто, то есть и Трампа тоже, вопросы есть? Это все тот же гражданин, который таблетку потерял с утра. Сейчас вы нарушили в прямом эфире первую поправку, потому что вы призвали к убийству, вот, вот, вот за это вы должны отвечать, поэтому, если у вас есть телефон, который сохранился, запишите, пожалуйста, телефон, и вот это просто вы имеете полное право сейчас позвонить FBI и сообщить, что человек призывал в эфире радиопрограммы к убийству, а я вам рекомендую это сделать, потому что такие люди, как вот этот звонящий, они должны нести ответственность. Тут доктор нужен, доктор. У него есть справка от психиатра. Это пусть FBI... нет, нет, Сережа, Лен, Сережа знает наверняка, кто это, по-моему. Сергей, дело в том, что я на полном серьезе сейчас говорю. Я знаю, Лена, я понимаю. Сейчас в эфире радиопрограммы призвал к убийству. Вот это и есть нарушение первой поправки, которая карается по закону. Лена, он завтра примет таблетку нормально, не потеряет, и все будет в порядке. Будет спокойно, и спина будет бежать немножко изо рта. Я не знаю, что он примет, но... Давайте лучше... Мне жалко... Да лучше давай перейдем уже к другому звонку, если есть. Да, да. Пописающий. Алло. Слушаем вас. Ау, здравствуйте. Здравствуйте. После рекордных 41-х этих указов, антиамериканских указов Байтона, демократы теперь уже хотят навечно застолбить за собой и Конгресс, и Сенат, и Верховный суд тем, что... Да, да, да. Тем, что они хотят Колумбию, вот эту округу везти, и Паэто-Рига, и затем провести реформу эмиграционную, чтобы их было больше. Вот, насколько, как вы сказали, комформисты, республиканцы пойдут следом за Ромни и Маковский и прогнутся вновь перед демократами. Спасибо. Насколько, в какой степени, ну, трудно же, наверное, сказать, как ты можешь... я, во-первых, попрошу, когда вы звоните и задаете вопрос, постарайтесь, пожалуйста, сформулировать вопрос, чтобы мне нужно было догадываться, что вы хотели спросить. Тесно, я могу сказать так, насколько они комформисты, они комформисты на все 100%. Те люди, которых вы назвали, для меня не являются уже республиканцами. Но какой же Ромни республиканец? Формально, да. Скажите, пожалуйста, назовите хоть один его подписанный акт, документ, где он бы выступался на стороне республиканской партии. Он комформист был давно и давно есть, ему выгодно было на стороне республиканской партии баллотироваться в президенты, но после того, как человек подписывает Lincoln Project, он перестает автоматически быть республиканцем. Он противоставляет себя, он становится на сторону оппонента республиканской партии и фактически он становится марионеткой в их руках. Все, что касается остальных членов, которые существуют, то они все уже четко и ясно им подан сигнал. Особенно той десятке, которая голосовала за импичмент Трампа. Им четко и ясно их же избиратели показали красную карточку. Эта красная карточка надеюсь станет для них, для них я надеюсь, единственной возможностью не быть избранными еще раз. Их не изберут их же избиратели, потому что они нарушили в общем-то все те обещания, которые они давали своим избирателям. Они пошли на соглашательство, они пошли против воли своих избирателей. И точно так же, как пошла Лиз Чейни, она там 68% в ее округе голосовали за Трампа. И вот этот человек идет против воли своих же избирателей. Как вы думаете, политик, который совершает такой акт, можно сказать, он камикадзе или кто он? Поэтому я думаю, что вообще должны быть пересмотрены очень многие условия, при которых, когда избирает человек от той или иной партии, он должен все-таки защищать интересы своих избирателей, которые за него в его партии проводятся. Александр Лена, Лена, извини, у нас звонок есть, давай попробуем принять. Слушаем вас, добрый день. Добрый день, господа, Владимир Кейс, Виллингас. Лена, Лена, я вас слушаю с удовольствами онлайн, читаю на континенте и так далее. Я хотел бы попросить вас прокомментировать такой вот факт. Я только сегодня почитал в израильском источнике, называется Наутилус, что назначенный госсекретарь господин Блинкен внезапно заявил, какая неожиданность, что Иран находится буквально в неделях от создания атомной бомбы. И поэтому мы должны начать переговоры. И тут же сообщение дальше о том, что руководитель корпуса стражей Иранской революции, Исламской революции, говорит, что а теперь нам не нужно выложить соглашение. Я хотел бы ваш комментарий, пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Лена, пожалуйста. А что комментировать? Вы же прекрасно понимаете всю политику господина Байдена, вы прекрасно понимаете всю политику господина Керри, а они давние друзья и партнеры, и дети партнеры, они все прекрасно получали деньги от врагов Америки, скажем так, они получали деньги за лоббирование интересов врагов Америки, поэтому иранская тема это продолжение той темы, которая была начата Обамой в последний год его правления. Это ничего нового в этом нет. Это люди, которые работают на кого угодно, кроме американских интересов. Они будут беседовать с террористами, они будут беседовать со спонсорами террористов, они будут выбирать тех людей, которые будут у них сидеть и лоббировать интересы палестинской автономии. Мы не забыли о тех миллиардах, которых в последние часы буквально правления Обамы были перечислены в Палестину. Нужно четко и ясно понимать направление движения. У них совершенно другие приоритеты, у них совершенно другие партнеры. А вы можете себе представить при этой администрации, точно так же как при администрации Обамы, хоть одно мирное соглашение с арабским миром? Да никогда Израиль бы не подписал ничего, если бы не вмешался Трамп. Но я единственное, что могу надеяться на что, существует рычаг и существует сдерживающий фактор под названием те же Арабские Эмираты, те же арабские страны, которые являются врагами прежде всего шиитского Ирана. Поэтому здесь разыгрывается уже другая геополитическая карта, нужно смотреть совершенно спокойно, и я прекрасно понимаю, наутилус кстати меня тоже иногда печатает, при этом без спроса берут материалы и все нормально. Все нормально, мы с ним дружим, с редактором, так что у нас есть даем обмены. Мы дружим со всеми, кто дружит с нами. Мы любим всех, а особенно некоторых. Да, Лен, у нас есть звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем. Добрый день, еще раз, Владимир Кейт. Я вот попросил на том же наутилусе, еще одну эту же тему нашел, что господин начальник гонштаба IDF заявил, что он больше не надеется ни на какие соглашения и Израиль будет решать проблему ядерного иранского ядерного оружия военным путем. То, что предсказывалось, что этот договор с Ираном об ограничении терминный путь к войне на Бриднем Востоке большой. Это не все сбывается. Ну, что я могу сказать? Вы же уже ответили. Все предсказуемо. Все предсказуемо. Вы прекрасно понимаете направление движения. Поэтому надо... Есть вещи, которые не зависят от вас. Потому что это игры больших дядей и больших тетей. И они решаются даже не в Белом доме. Это все решается. Это идет... Посмотрите, ведь то, что идет убийство американской энергетической фактически системы нашей нефтедобывающей промышленности и газовой промышленности, это же все идет на пользу, как говорится, ночью мельницу льется вода. Тут же Иран. Тут же Иран с его нефтью, с его влиянием в мире. Это большая геополитика. Они будут торговаться, они будут шантажировать друг друга оружием, они будут шантажировать чем угодно. Они будут постоянно находиться в состоянии того напряжения, которое дает возможность зарабатывать все больше и больше денег. Но позиция Америки сейчас это позиция слабого. Америка когда показывает свою слабость, тогда начинаются где-то войны в мире. Сейчас Америка очень слабая. Она слабая прежде всего своими внутренними конфликтами, внутренними раздорами межпартийными. И вот это самое страшное, что могло произойти с этой страной. Она разделена, она не едина. И знаете, это как в том анекдоте, ложечки найдутся, возможно, но мне не верится, что ложечки вообще уже существуют. Поэтому то, что происходит сейчас с Ираном и то, что он заявляет. Ну, да. Именно ложечки. У нас есть звонки, Сереж? Да. Здравствуйте. В современное радио выйти, убивайте террористов арабов. Никак не успокоиться. Это то самое? Это то самое? Я сейчас объясню, в чем дело. Был разговор про Израиль, Асиантов рассказал, что, к сожалению, араб нападает, и солдаты теперь боятся стрелять в арабов, потому что, помните, случай с Азарией и так далее. То есть, и солдаты порой не стреляют, хотя следовало, если напал с ножом, там, или что-то следует убивать. Так вот, он с тех пор, с первого часа нашего эфира, все звонит и все возмущается. Как это можно убивать террористов, когда нужно... В общем, давайте следующий звонок. К врачу, к врачу. Я только не понимаю, зачем снимать вообще эти звонки от этого человека. Там же телефон есть. у меня не нету. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Как правило, я вот такие звонки всегда просто блокирую, потому что, ну, зачем тратить на человека? Пусть он справку предоставит и своей вменяемости. Хорошо. У нас есть вменяемость. Уважаемая Елена, я хотела спросить вашего мнения. Вот существует мнение, допустим, Игорь Туфель читает, что не надо создавать третью партию, нужно реформировать республиканскую, что это только может повредить. А уважаемый наш Леон Ванштейн пришел к выводу, что демократическая партия с молчаливого согласия республиканской ведет нас фашизму. И поэтому ни за тех, ни за других уже голосовать невозможно и нужно создавать что-то более меняемое третье из здоровых сил обоих партий. Вот какого мнения вы придерживаетесь? Спасибо большое. Спасибо. Начнем с того, что я не комментирую своих коллег, потому что они сами комментируют себя. Это не совсем прилично давать оценку. Своё мнение ты можешь высказать. Своё мнение я могу высказать. Я об этом тоже говорила в определенный момент. Я говорила, что должна появиться и писала об этом и говорила. Должна появиться некая третья сила, которая уравновесит то, что у нас не уравновешено. К сожалению, эта третья сила при наличии вот этой двупартийной системы, к сожалению, она ничего не даст на сегодняшний день. Она оттянет голоса о республиканской партии, которая требует реформу и она создаст вот те голоса, нужна коалиция. Я, например, считаю, что нужна коалиция. Если что-то будет появляться, это должна быть коалиция правых сил. Вот тогда или центристов или кого угодно, но они должны действовать против демократической партии сообща. Я не уверена, что к следующим выборам демократическая партия останется в том же виде, в котором они существуют, потому что раскол демократической партии еще больший намечается, нежели даже у республиканцев. Надеялись, что Трамп создаст нечто, какую-то силу свою. Трамп отказался от этой затеи, наверное, в силу определенных каких-то идей, которые существуют, в силу определенных каких-то информации, которую мы не знаем. Информация, которую мы не знаем. Которую мы не знаем. Информация, которую мы не знаем. Поэтому я считаю, что если что-то будет появляться, вы поймите, первый главный принцип, если что-то начинает делиться, оно продолжает делиться дальше. Оно до бесконечности будет делиться. Лен, понятен твой ответ, извини, у нас есть еще звонки, давай будем принять их, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина из Атлантии. Хотела просто услышать ваше мнение. Сегодня в новостях где-то промелькнуло, что Байден приостановил продажу F-35, по-моему, с Саудитом. так как бы у нас с ними какие-то ну я не знаю есть отношения, то есть на ваш взгляд как это вообще отразится на Я честно говоря не читала эту информацию сегодня, потому что всю информацию просто невозможно как бы проглотить, когда занимаешься Ну Лен, вообще это не сегодня, это об этом я хочу сказать, что это входит в общую тенденцию господина Байдена он отменяет абсолютно все по принципу не доставайся ты никому вот этот принцип бесприданницы он будет отменять все все что разумное было принято президентом Трампа он Трампом он будет отменять вы же прекрасно понимаете он же избран не для того, чтобы сохранить достижения Трампа он готов под нож положить американские интересы включая на Ближнем Востоке в данном случае у нас есть стратегический партнер на Ближнем Востоке это Израиль и уже Саудовская Аравия уже вот мы всегда были с ними партнерами они собственно сражаются с шиитами иранскими у нас теперь новая линия партии у нас теперь новые друзья поэтому посмотрим чем это будет заканчиваться я думаю я думаю что просто так та же Арабские Эмираты Саудовская Аравия они просто молчать не будут ну посмотрим что будет если есть договора какие-то определенные то они в одностороннем порядке все-таки не должны как бы прекращаться и они должны продолжаться и это предмет дипломатических встреч они могут когда ну совершенно верно это дипломатически так с турками произошло когда они пошли наперекор вообще-то натовским определенным не интересом даже документации как что работает они закупать стали российское и это послужило отменой но тогда был повод какой повод есть отменить поставки саудитом я не знаю вот есть повод договора ну-ка о котором ты сказала разве что так у нас есть звонки еще да говорите добрый день скажите пожалуйста вот ваше мнение вот по моему впечатлению люди шли в этот раз голосовать не за республиканскую партию а за Трампа Трампа больше нет а республиканская партия в том виде в котором она сейчас малопривлекательная не случится ли того что люди просто потеряют интерес и не будут голосовать они не будут голосовать за демократов но они не будут голосовать вообще ни за кого спасибо я думаю это самое неправильное решение которое можно предпринять в данных условиях данной ситуации у нас пока нет ничего что можно противопоставить демократам у нас нет никакой другой силы люди шли голосовать за Трампа потому что они поверили Трампу и потому что Трамп для них представлял вот ту республиканскую партию которая существует но никто не предполагал что республиканская партия вот знаете у них нет стержня и очень много людей которые внутри партии ненавидели Трампа да он не лучший представитель был партийного эстеблишмента потому что он был вне партии он играл по своим правилам он не системный он не политик и поэтому его политики и сожрали только и всего но люди которые говорят мы остыли это значит люди которые совершенно не заботятся о своем будущем у нас нужно использовать знаете за неимением гербовой пишем на простой вот сейчас у нас нет гербовой у нас простая мы должны пользоваться и внутри партии выбирать тех людей которые смогут отстаивать наши интересы не переходить другие партии не бегать а именно отстаивать наши интересы потому что это самое главное что должно произойти надо набрать людей которые будут обязаны отстоять интересы тех кого они избрали и выполнить все свои предвыборные обещания потому что когда идут предвыборные обещания нужно как селедche в морду. Ну, это в идеале. Хорошо. В идеале так. Хорошо. В идеале в природе не существует, к сожалению, господа. Слушаем вас. Говорите. Создание новой партии прежде всего приведет к развалу этой. И даже потом ядро не создадешь. Потому что создать ядро даже это годы. Годы, годы. Так что ни в коем случае нельзя делать... Делайте любые изменения в этой партии, но ни в коем случае не распределяйте ее. Просто не будет партии. Спасибо. Ну, вот видите. И я думаю, что, Олен, с тобой тоже соглашусь, что просто отойти от голосования из-за этого разочарования в нынешнем, а вот что-то предпринять для того, чтобы на участках не было вот такого беспредела. Вот тут, может быть, опять же, не рядовые граждане, а республиканцы, как таковая, как партия должна быть озабочена этим. Потому что украсть выборы можно не только президентские или в штате последние сенаторские выборы в Сенат. Можно повсеместно это делать, если на то пошло. Так вот, они должны, наверное, с этим как-то бороться. Скоро говоря, Игорь, я жду, очень жду показательного суда над Линдолом, над Джулиани. А, ну да. Я очень жду, почему? Потому что их как раз судят на огромные суммы, на миллиард 300 миллионов каждого, судят Доминион. Так вот, тут очень важный фактор. Это единственная площадка открытая, где можно будет выступить и предъявить все, все, что нельзя было предъявить в судах, которые не принимали просто документы. Я надеюсь, что тогда, может быть, мир что-то хотя бы услышит. Потому что на сегодняшний день закрыли рот всем. Суд показал свою несостоятельность, судьи показали свое преступное, я называю своими именами, они совершили должностное преступление. Но у нас других нет. К сожалению, нам приходится иметь дело с тем, с чем нам приходится иметь дело каждый день. И каждый день мы получаем все очередные и очередные поклепы. И у нас такая армия Павликов Морозовых, которые вот уже просто пишут доносы откровенные на каждого из нас. Я это знаю по себе хорошо. У меня очередной аккаунт забанен. Честнейшим. Ну, я настолько к этому привыкла, я не переживаю. Когда есть способ донести свое слово правду. Да, ну, слава Богу, что у нас есть площадки, которые нашим слушателям, зрителям знакомы. Одна из них, на которой мы сегодня, Народная волна, ТВ-клуб Континент, интернет-газета Континент. То есть, пока мы живы, пока мы что-то делаем, продолжаем делать. И я надеюсь, что вы продолжать будете с нами как-то идти этим путем, а дальше посмотрим. Всего доброго и будьте здоровы. Будьте здоровы, берегите собственные нервы, они нам еще пригодятся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова